Этот долгострой в Нижнекамске многие называют памятником банкротства. Шестиэтажный 120-квартирный дом «Химстрой» начал возводить в 2008 году. Ударной стройки не вышло. В 2010-м она была заморожена, компания обанкротилась. Шли годы, стройплощадка стала опасной для жизни, превратившись в пристанище для бомжей и местом экстремальных игр детей. Жители близлежащих домов завалили жалобами прокуратуру. В итоге дело от долгостроя попало в суд. Истец настаивал. Строительный объект требуется законсервировать. Но ответчик с этим категорически не согласен. Собвинительно не согласен, потому что это мой общий строитель. Начнется где-то в конце мая, начало июня. Все нормально будет. И будет далее построено. Ответчик в данном судебном заседании фирма «Стройиндустрия», которая представляет интересы государственного жилищного фонда при президенте Татарстана. Именно фонд начинает реабилитацию долгостроя и уверяет, консервация финансово невыгодна не только компании. На нее потребуется порядка 5 миллионов рублей. Но и тем, кто решит приобрести эти квартиры. Если же будет он настаивать, я имею в виду, тогда будет повышение квадратного места. То есть вы считаете, что если провести конференцию, то пойдет увеличение стоимости квадратного места? Да, не очень страшно. Аргумент достойный. До начала строительства остались считанные дни. Ответчик не сомневался. Суд примет его сторону. И ошибся. Суд решает. Исковое заявление Нижнекаскорской прокуратуры в интересах Российской Федерации неопределенных руколиц, коучу сограниченной ответственности в индустрии, пообязавшей консервации объекта незавершенного строительства удовлетворить. Долгих 8 лет люди требовали либо продолжения строительства дома, либо его консервации. И вот когда дело сдвинулось с мертвой точки, оба требования решили выполнить одномоментно. Итог. Статус из долгостроя в новостройку дом сменит еще не скоро. Наталья Лушникова, Марсель Джураев. Новости НТР.